Есть семь неожиданных плюсов использования пищевой соды. У большинства из вас, вероятно, пищевая сода стоит в холодильнике для уменьшения запахов. И, возможно, вы знаете, что сода хорошо удаляет пятна с ковра и очищает раковину на кухне. Но у неё есть и другие интересные свойства, о которых вы, возможно, не знаете. Что такое пищевая сода? Это бикарбонат натрия. Около 4 миллионов лет назад на месте современного Вайоминга было солёное озеро, которое высохло, и там сформировались отложения трона. Эти отложения, по сути, являются карбонатом натрия. Вот из карбоната натрия и получают бикарбонат натрия. Большая часть пищевой соды, продаваемой в мире, добыта в этом месте Вайоминги. Итак, плюс номер один. Содой можно отбеливать зубы, это действительно так. Но соды также можно полоскать рот, чтобы уменьшить количество бактерий в нём, особенно тех, которые вызывают запах. В связи с этим вот что любопытно. Эти микробы существуют при определённом значении pH. Они не могут существовать при других значениях pH. Поэтому, когда вы подчелачиваете полость рта, вы создаёте среду, в которой очень трудно расти бактериям, нуждающимся в кислой среде, в том числе бактериям, создающим зубной камень и налёт. Так что пищевая сода отлично удаляет зубной налёт. И её можно использовать как мягкий абразив для чистки зубов. Смешайте столовую ложку пищевой соды со столовой ложкой воды и почистите зубы. Это был номер один. Номер два — сода является натуральным дезодорантом. В норме пот не имеет никакого запаха. Запах появляется из-за бактерий. И, как я уже сказал, пищевая сода — это щёлочь, поэтому она изменяет pH и может создать среду, в которой эти микробы жить не могут. Возьмите 4 столовые ложки пищевой соды и 4 столовые ложки оливкового или кокосового масла. Смешайте это, и получится натуральный дезодорант. Я бы также добавил эфирное масло, чтобы придать смеси аромат. Можно добавить эфирное масло лимона, корицы или даже лаванды, или сандалового дерева. Просто пару капель уберите в холодильник и пользуйтесь. Номер три. Пищевую соду можно использовать для удаления пестицидов на овощах. В одном исследовании пищевая сода оказалась самым эффективным средством удаления некоторых пестицидов с овощей. Это весьма любопытно, и ссылка на это исследование внизу. Конечно, нужно покупать органические овощи, но когда это невозможно, и овощи опрысканы пестицидами или, возможно, химикатами для уничтожения червей, вы можете замочить овощи в пищевой соде минут на 12-15 и сполоснуть их. Это поможет удалить часть химикатов с овощей. Номер четыре. Кожный зуд. Скажем, вас укусила пчела или другое насекомое. Можно нанести пищевую соду прямо на кожу, и зуд значительно уменьшится. Поможет и от ядовитого плюща. Номер пять. Длительное голодание. Скажем, вы голодаете трое суток или дольше. При этом вы входите в такое состояние титоза, при котором в организме возникает чрезмерно кислая среда. Немного пищевой соды поможет уменьшить эту кислотность. Её не нужно много. Возможно, будет достаточно одной восьмой чайной ложки с водой. Выпейте это, и кислотность снизится. Почему кислотность — это плохо? Это неплохо. Но иногда она может вызвать запах изо рта, а он может не понравиться вам или окружающим. Номер шесть. Ногтевой грибок на ногах. Как я сказал, в первых двух пунктах изменение ПАЖ может создать такую среду, в которой некоторые микроорганизмы жить не могут. Есть поразительная научная статья, ссылка внизу. В ней говорится об изменении ПАЖ, о создании более щелочной среды для подавления вирусов и некоторых граммотрицательных бактерий. И я не буду произносить тут название вируса. Вы можете посмотреть сами, но я дам подсказку. Это тот вирус, который сейчас всех пугает. Это потрясающая статья, обязательно прочтите её. Но если обрабатывать пищевой содой грибок ногтей на ногах, например, дерматофитос, это может уменьшить рост этого организма. Номер семь. Её можно использовать от язв полости рта. Опять-таки, язвы полости рта обычно вызваны вирусом. А изменив ПАЖ, можно снова загнать этот вирус в спячку и избавиться от болячек. Если вы не смотрели моё видео о яблочном уксусе, вот оно, посмотрите. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...